Актуальные вопросы помощи тяжелобольным людям обсудили в правительстве региона. В заседании круглого стола приняли участие министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, главные врачи медучреждений, представители Министерства социальной защиты населения и пациентских организаций по оказанию помощи неизлечимо больным людям. По статистике, 7% от общего числа пациентов в регионе нуждаются в круглосуточной медицинской помощи сестер Милосердия. За прошедшие полгода палеотивную помощь получили без малого 2000 человек. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора, Министерство здравоохранения актуализировало решение вопроса оказания своевременной помощи неизлечимо больным людям. Эта задача сейчас в приоритете. В настоящее время открыто одно специализированное отделение сестринского ухода, где обустроено 9 койко-мест, созданное отделение Милосердия на 1150 мест. Также палеотивное отделение действует на базе Краевого онкологического центра, где обустроено 30 койко-мест. Однако, как заявляют специалисты, этого количества давно не хватает. Как рассказал начальник управления социального обслуживания населения Министерства социальной защиты Хабаровского края Михаил Бурлака, особо остро вопрос стоит в том случае, когда у пациента нет родственников, либо он является лицом без определенного места жительства. В нашем центре реабилитации для людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, сейчас постоянно проживает 13 неизлечимо больных пациентов с онкологией. «Сотрудники центра делают все возможное, ухаживают за этими постояльцами, но, собственно, сам центр не предусмотрен для оказания именно палеотивной помощи. Подобная ситуация складывается и в психоневрологическом интернате. Отдельный хоспис Краю просто необходим», – заключил Михаил Бурлака. Оказать специализированную помощь таким людям могут в хосписе. О его открытии стало известно в ходе очередной прямой линии с временно исполняющим обязанности губернатора Края Михаилом Дегтяревым. На объекте ведутся завершающие строительные работы. Этот проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. В новом центре смогут разместить 15 больных одновременно, предусмотрена отдельная комната для родственников. Здание практически готово к эксплуатации. На строительство первого в крае хосписа было выделено 40 миллионов рублей. Его открытие намечено на сентябрь текущего года. Субтитры создавал DimaTorzok